Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы всегда можете рассчитывать на свежие видео по танкам, а уж тем более на обсуждение всех новостей из-за цен новой техники. Итак, ребят, в этом видео кратенько обсудим вопрос того, на чем больше всего собирают победы игроки за последнее время, играя на легких и средних танках. Для того, чтобы можно было зарабатывать вот эти значки, ну и, соответственно, легче проходить данное игровое событие, я отобрал топ-10 легких танков и топ-10 средняков с 8 по 10 уровень. Более низкие уровни я не трогал, ну просто потому что слишком много танков будет в подборке, а видео будет слишком длинным. Итак, ребят, переходим к легким танкам. Легкие танки, в принципе, отобрать было несложно. Здесь, как видите, ровно 10 машин и сюда вошли АМХ Дефендер, РУ-251, Т-49, Т-92Е1, Объект-84, ВЗ-132-1, Бачат-25Т 10 уровня, Викерс Лайт, сюда же вошел ХМ-551 Шеридан и Т-100ЛТ. Эти 10 легких танков, начиная от 8 по 10 уровень, собрали самый большой процент по победам, если не говорим, правда, про РУ-251, потому что здесь 50 с копейками процентов по победам есть, но при этом всем РУшечка одна из тех машин, которая присутствует, скорее всего, в ангаре у большинства танкистов. Это, во-первых, а во-вторых, на ней играло, ну, можно сказать, сравнительно немалое количество игроков. Вообще, ЛТ в нашей игре не сильно пользуется популярностью, правда, если говорить, допустим, про того же самого Бачата, то целых 8500 игроков и практически 7000 на Шеридане. И в целом, я бы сказал, что как раз вот эти две машины являются самыми основными, на которых необходимо проходить данное событие, собирая победы на ЛТшках. Но, опять-таки, мало у кого десятки данные в ангаре присутствуют, поэтому разбавил немножко восьмерками и девятками. Как видите, процент побед довольно неплохой, ну, а популярность машин, как я уже сказал, у каждого своя. В отношении средних танков здесь немножечко сложнее будет отобрать, потому что средних танков огромное количество, особенно на восьмом уровне, плюс девятки, плюс десятки, но я все-таки постарался и отобрал самых лучших. Единственное, что сюда в список вошли не 10, а 11 танков, это связано с тем, что сюда я не мог не поставить Коро 45 тонн, но при этом всем далеко не у каждого танкиста Коро 45 тонн присутствует в ангаре. Поэтому номинально в списке он есть, ну, а по факту, я думаю, что его стоило бы отсюда исключить. Что могу сказать в отношении процента по победам? Самые высокие проценты по победам именно у этих машин, ну и, как видите, очень много игроков играет как раз на средних танках, гораздо больше, нежели на тяжах, ПТшках и уж тем более на ЛТ, поэтому отобрать было действительно не сильно просто. Кто у нас вошел в список? Проджета 46, Бурасик, Химера, Дефендер МК-1, Проджета 65, как я уже говорил, Коро 45 тонн, Леопард 1, Каунф Панзер 50Т, СТБ-1, Т-62А и Объект 907. Радует то, что в этот список входит большое количество популярных машин, которые уж точно присутствуют в ангаре у большого количества игроков. Я думаю, что есть крайне мало танкистов, у которых нет, допустим, в ангаре кого-нибудь из вот этой четверки, я имею ввиду 46-ю Проджету, Бурасика, Химеру и Дефендера МК-1. Все остальные танки, может быть, и отсутствуют в ваших ангарах, но больше чем уверен, что у каждого из вас найдется хотя бы один из этих средних танков. Старался специально для вас, надеюсь, данная информация была вам полезна и если вдруг вы все-таки за то, чтобы все было вам преподнесено максимально честно и оперативно, подпишитесь на этот канал, обязательно прожмете на лайкос, ну и не забывайте нажать на колокольчик. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok